Сумасшедшие гости 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 Оскар, Ира, Игорь Марсель, Лена Спасибо вам, ребята, огромное За то, что вы находите Талантливых, красивых людей И у меня такое чувство За этот месяц Что в Питере Вот прям образовалось Вот это Можно сказать Такое общество Людей талантливых Творческих Творческих Талантливых людей В основном Певцы Музыканты Артисты Вот Всегда этим Как бы вообще Отличался Но я Знаете Сказать, наверное Спасибо Так странно будет звучать Коронавирусу В этом смысле Пандемии Потому что Некоторые люди Просто вдруг Вернулись сами К себе Остановились, я бы сказал Остановились Чуть-чуть Ну да И вот обернулись Как бы сами к себе Потому что мы все Немножко такие Как загнанные лошади Мы в бегах Мы все время в поиске Все время в каком-то Зарабатывании денег Там Все успеть 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 И тут вдруг Да, так раз Мы остановились И, ну, по крайней мере Я могу сказать это Про себя точно И задумались Лена, ты заметила Что мы такие Все быстрее, быстрее, быстрее Машина, машина Телефон Другой, другой И причем время Нам диктует Да, нам диктует телевизор Нам диктует интернет Одиннадцатый айфон Двенадцатый, тринадцатый Пятнадцатый Машина, быстрее Класс Да, громче музыка Быстрее скорость Вот именно А мы все-таки Иногда вот Я тебе хочу сказать Что коронавирус Немножко Я понимаю Что приостановил И все так раз Пусть задумались Наверное Главное это здоровье Уважение Вот сегодня Те люди Что есть другие вещи Какие-то, да Другие есть вещи Посерьезнее Вот сегодня Те люди Которые написали В инстаграм Что моя мама Больна И лежит в коме Маме Мне тоже в живых Десять лет Царство небесное Я просто хочу сказать Друзья Побойтесь Бога Вот вообще Если есть люди Которые слушают И хотят зарабатывать На мошенничестве Побойтесь Бога Завтра просто будет Написано заявление Мы все равно Найдем этого человека Кем бы он ни был Потому что Есть номер карты А если есть Номер карты Значит есть паспорт Если есть паспорт Значит есть человек Поэтому Вы не на того Напали Просто Который будет молчать Поэтому Лен Ну мы сегодня Представляешь Мы в конце послушаем Твою композицию Очень классную Да Но я думаю Чуть-чуть позже Лен Скажи мне Ну ты с детства поешь Вот талантливая такая Или Ой Так все Так все сложно Хорошо Алла Борисова Пугачева Все наверное смотрели На Борисову Пугачеву На Филиппа Киркорова Но ты вот Какой у тебя стиль музыки Твой Какой мой стиль музыки Ну вообще Не знаю Я так не люблю Когда ее называют попсой Ну на самом деле Да Я люблю Вот как бы Танцевальную музыку Люблю Я люблю Легкую музыку Я люблю Когда Сердце раскрывается Во время пения Когда что-то Вот такое Ты начинаешь чувствовать Мурашки бегают Я люблю вот такую музыку Ну я вообще не знаю Я люблю веселиться Трек Которую Которую Вот просто Элтон Джон Записал эту песню И когда У меня мурашки бегут До сих пор Даже если это И классный Ремикс От наших друзей Игоря Франка Сейчас мы послушаем И снова вернемся в студию Друзья Не забывайте Писать к нам На номер телефона Плюс 7 978-726-7801 У нас сегодня Просто презенты И презентация Композиций Элтон Джон На бичево На бичево Радио Радио Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья Друзья Скажи мне про свой детский коллектив Талантида шоу Что это вообще за название? Талантида шоу Это уже другой коллектив С ним мы еще не делали мюзиклы Потому что на самом деле Это еще очень-очень молодой коллектив Вот мы буквально только Два с половиной года Как вот мы так Ну плотно сформировались И девчонки научились Более-менее нормально петь Хорошо Вот попадать в ноты и уже понимать, что такое вокал. Поэтому с ними мы сейчас делаем другую программу исключительно из моих песен. То есть я уже теперь не хочу делать мюзиклы, потому что это слишком сложно продвигать. А с песней все попроще. И мне нравится петь эти песни. Мне нравится их сочинять. Подожди, ты поешь, ты сочиняешь композиции, отдаешь их детям, дети их исполняют. Ты как вообще зарабатываешь деньги на жизнь? Это все оплачивается родителями, наверное, вообще? Что ты делаешь? Про меня и про деньги – это разные вещи. Все. Ну рассказывай давай. Послушай, потому что я всегда спрашиваю у тех, кто к нам приходит в эфир, вот говорит, я занимаюсь музыкой, пишу музыку, пишу музыку. Я знаю, что 90% артистов, они у нас бедных в стране. Ну давай не скажем, не то, что бедных, но людей, которые не зарабатывают в своей профессии. Работает муж где-то там, еще как-то, она где-то подрабатывает, кому-то, может быть, делает массаж или, знаешь, там, преподает ночами. Слушайте, массаж, да, это тоже. Да, но не моя, правда, не моя тема. Ну хорошо, но я просто знаю, к нам приходили некоторые артисты, которые пишут талантливые песни, но говорят, слушай, я подрабатываю еще и там делаю маникюр. Я говорю, ну у вас же шикарные песни, почему их не продавать? Я не знаю, кому их продавать, и поэтому я говорю… Да, это очень большая проблема. Да, проблем нет абсолютно. Я думаю, что каждый на своем месте, нужно найти просто свою нишу. Вот если у вас есть музыка, давайте ее продавать, давайте менеджерам и находите менеджера, который будет продавать, и люди будут… Ну, мы пытались, это прям такая, вот знаете, прям больная тема по поводу того, куда двигают песни. Но, наверное, знаете, изначально самая главная проблема, и сам, вот я просто общаюсь тоже среди там педагогов, музыкантов, ну, тех вот, педагоги по вокалу, мы не верим в себя, понимаете? Нам кажется, что наше творчество никому не нужно, кроме нас самих. Ну, не знаю, нас как-то так воспитывали, у нас очень заниженная самооценка. Почему? Красивая, молодая, хорошая композиция. Почему? Сочиняешь целые мюзиклы, в чем проблема? Вот, вот в этом самом. Ну, это я сейчас уже сказала себе, да в конце концов, ну, я уже могу себе позволить или нет, вот, как бы, двигать свою музыку, сочинять ее. Лен, ты знаешь, в одной из передач, когда у меня спрашивали, что бы вы изменили в нашей стране и вообще в обществе, я бы, наверное, добавил больше психологов. В школы, в образовании, в медицину, которые бы работали с людьми. Потому что нам, вот, просто со школьной скамьи учитель начинает говорить, ты учишься на двойке, значит, ты будешь дворником. Мне, чтобы дать тебе дополнительное задание, да, и сказать, что давай, пойди учись домой. А нет, ты, и тебя пересаживают на последнюю парту. У меня был целый эфир, кстати, с девчонками, которые брали у меня. Да, я просто говорил, что мне кажется, в нашей сфере не хватает психологии, который бы просто помогли людям и сказали, что если что-то не так, ты можешь прийти и поговорить. Много семей расходятся, потому что, почему? Они не находят общий язык. Просто, да, не находят общий язык. Они не могут говорить. А когда среди них будет третий человек, который скажет, слушай, да успокойся, дай слово просто. Что она скажет? Почему? Что не нравится, да, она скажет. Что наконец-то она скажет, что ей не нравится. Что ей не нравится, она скажет, слушай, ты просто, например, не моешься. Причем 90% мужчин, которые не могут мыться, да, Или не стригут ногти, или наоборот стригут ногти там, где не надо. Или наоборот, это слишком часто. Видишь, мы об этом поговорим. Друзья, ну что, мы 17 минут в эфире сейчас. Давай, наверное, все-таки расскажешь про композицию, передашь привет вообще, кто тебя сегодня слушает. Да, я хочу передать привет. Вот полуострову Крылья хочу передать привет. Во-первых, там сегодня отмечает день рождения очень наша хорошая родственница, знакомая, подруга. В общем, как бы все в одном лице. Ее зовут Галина Лемещенко. Вот у нее прям сегодня день рождения, поэтому я хочу передать ей самый пламенный горячий привет. Она посылает мне розы зимой, и они меня вдохновляют на всякие разные стихи. Поэтому пусть у нее сегодня будет шикарный день рождения, все будет классно. Она живет в Крыму, и она влюбила меня вот в этот полуостров Крым своими рассказами, и мы часто у нее в гостях бываем. И хочу еще передать привет тоже очень важному человеку для сегодняшнего эфира. Это человек, который написал аранжировку для этой композиции. Его зовут Виктор Рыбаков. Вот он вообще человек, который... Это фантастический человек, фантастический музыкальный человек. И если вот вы будете в следующий раз искать кого-нибудь для эфира, я вам рекомендую пригласить эту замечательную музыкальную семью. Валя Рыбакова поет, он шикарный аранжировщик, музыкант. Слышит музыку так, как я вообще не встречала людей, которые бы так слышали музыку. Вот слышали ее, понимали, могли рассказывать там часами, бесконечно. Я вот так не умею. Поэтому вот этому человеку я тоже хочу передать от всей души привет. Ну и, конечно, всем своим родным, родственникам, все, кто меня знает, естественно, я тоже хочу передать привет всем. Спасибо огромное. Слушай, но самое главное, что розовень тебя присылают из Крыма. Ты не добавила. Зимой. Зимой, зимой, да, да. В декабре точно. Уже все абсолютно везде покрыто инеем, и деревья замерзли. Не то, что там зелень натиплен. Для нас это вообще фантастика. Вот для Питера как-то, ну да, как бы тут все серо. И, в общем, вот сегодня, сегодня не было дня вообще. То есть вот когда особенно бываешь дома, ты день не видишь. То есть темно, темно, серо. Декабрь месяц самый серый. Но у нас с сегодняшнего дня уже день пошел на увеличение. Ой, меня порадовали. Друзья, приезжайте в Крым. Я хочу сказать, что мы пройдем с вами все коронавирусы, все болезни. И самое главное, я хочу пожелать, чтобы никто не болел. И будьте внимательны, потому что сегодня мой инстаграм взломали мошенники и просили денег. Друзья, никому ничего не отправляйте. Проверяйте информацию. Мы завтра напишем заявление в полицию. Обязательно найдем этих негодяев. У нас сегодня была в гостях Елена Собчук, автор-исполнитель, красивая девушка. Лен, ну презентуй свой трек. Как он называется? И вообще, как ты его написала? Да, трек называется «Оле-оле». В этом треке я попыталась соединить две страсти. Как бы любовь к молодому человеку и любовь к футболу. И вот какая-то такая вот у меня получилась интересная, на мой взгляд, смесь. Хотя песня на самом деле уже очень-очень много лет. Ей, наверное, лет 15. Ну, может быть, чуть-чуть поменьше. Давно я ее написала. Но все как-то не было возможности ее реализовать, спеть, записать. Ну вот, наконец-то, говорю я себе, во время пандемии все разрешила. И, ну, может быть, еще не совсем довела до ума. Но мне уже захотелось ее как-то выставлять, показывать. Песни как дети. Их надо тоже вот куда-то вводить в мир. Их надо показывать обязательно. Это как дети, конечно. Друзья, мы сегодня слушаем презентацию на теплом радио. Она будет в эфире целый месяц. Слушайте, оставайтесь с нами. Это была программа «Сумасшедшие гвозди». Меня зовут Александр Юрченко. Берегите себя. Друзья, не болейте. И будьте внимательны. Пожалуйста, будьте внимательны. Потому что интернет – это как добро, так же, друзья, и зло. Поэтому слушайте теплый радиопляж. И встретимся с вами буквально завтра. В это же время в 20.00. Лен, я желаю тебе выпустить альбом. Чтобы мы в следующий раз, ты уже пришла. И уже альбом мы послушали. Презентовала альбом. Время нашей программы. Презентовала, да. Слушаем композицию, друзья. И снова возвращаемся к нам в прямой эфир. Но уже завтра и в 20.00. Всем до завтра. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Душе ревут фигуны. Оле, оле. Зачем тебе-то, Оля? Мне не ясно. Давай переиграем. Счет снова на нуле. Ведь я с судьей судьбою не согласна. Остал ты предпочтение, Оле. Оле, оле. Оле, оле. Меня же ты взял, да и отфутболил. Какое ж горе. Ое, 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 ое. О, оля, оля. Зря вышла ты на поле. И зря попала. О, о, оля. В поле зрения его. О, о, оля. Все было под контролем. Теперь же кроме боб, о, 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 о. Любишь Олю, в меня влюблен налег, Но легче мне от этого не стало. Отдал ты предпочтение Оле, 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 Оле. Меня же ты взял, да и отфутболил, Какое ж горе, о-е-о-е-о-е. О, Оля, Оля, зря вышла ты на поле, И зря попала, о-о-оля, В поле зрения его. О, Оля, Оля, все было по контролю, Теперь же кроме боли больше нету. Да такие вот Оли причиняют нам боли, Килограммами соли тикутый газ. Да была б моя воля, запретила б я Олям на чужом играть в поле И обыгрывать нас. О, Оля, Оля, снял, что ты на поле, И зря попала, о-о-оля, В поле зрения его. О, Оля, Оля, все было по контролю, Теперь же кроме боли больше нету. О, Оля, Оля, зря вышла ты на поле, И зря попала, о-о-оля, В поле зрения его. О, Оля, Оля, все было по контролю, Теперь же кроме боли больше нету ничего. О, Оля, Оля, о-о-оль,ρχ. О, Оля, Оля, lite паузинок для любви